Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем проходить Дастин и Лизиантейл. Сейчас мы выполним побочный квест, связанный с коробкой одного тут местного нервного парня. Ты нашёл её? А ну быстро отдай её мне! Расслабься, Рид, это всего лишь коробка. Всего лишь коробка? Нет, нет, это не просто коробка. Разве ты не слышишь, как она тебе шепчет? Шепчет. Лжёт. Дайте сказать. Я услышала шёпот, который говорил, что в коробке полно кексиков. Я открыла её, но там было пусто. О, о, нет! Нет, нет, ты открыл коробку! Зачем ты её открыл? Я же говорил тебе не открывать коробку! Быстро, забери её назад, я так больше не могу! Эй, ты чего творишь? Я думал, ты хотела её вернуть. Я через многое прошёл, чтобы её достать. Ага, нам надо было найти ту девочку в Матпоте, затем изготовить для неё куклу, похожую на меня, потом обменять куклу на коробку. Честно говоря, это было похоже на какую-то карусель. Знаешь, что ты натворил? Ты освободил силу из этой древней тюрьмы, и сейчас она поглотит твою душу! Хорошо, Рид. Думаю, сейчас для тебя самое время пойти немного поспать. Не уверен, что... Погоди, что происходит? Со мной... со мной что-то не так. Рид, что это? Что происходит? Я чувствую... Чувствую слабость. Как будто что-то высасывает из меня жизнь. Уже началось. Эх, ну зачем ты открыл эту коробку? Я же говорил не открывать. Послушай, давай не будем зацикливаться на вопросе, кто открыл коробку. Коробка была открыта, это в прошлом. Мы не можем это изменить. Нам надо больше думать о будущем и, ну, меньше о том, из-за кого это случилось. Сущность внутри коробки. Она цепляется за душу, пытается овладеть твоим разумом. Единственный способ это остановить, разрушить барьер между душой и телом. Другими словами, Даст, тебе нужно убить себя. Рид! Это действительно единственный выход, Даст. Долго ты не протянешь или... Или закончишь, как я. Знаешь что, мне нравится план. Я счастлива, что в нем участвую. Заткнись, Фиджет. Я чувствую, как жизнь покидает меня. Рид, что нужно делать? Иди за пределы деревни, сразись с чудовищами и проиграй. Если ты успеешь, сущность, что прицепилась к твоей душе, отвалится и вернется в коробку. А ты опять станешь самим собой. Если, конечно, ты все сделаешь вовремя. Даст, ты же не рассматриваешь это предложение всерьез. Фиджет, у меня нет времени на споры, я чувствую, как умираю. Нам нужно выбраться из деревни быстро. Это, кстати, не шутка. Ой, прикольно. Ой, видите, нас что-то отбрасывает назад. Да блин! Твою мать! Сюда! А-а-а-а-а! Э, давайте куда? Поля на скорби. Куда-нибудь сюда. Чтоб сразу нас грохнули. Да блин! Нееет! Не лечи меня, тупая сохраняха! Да кто-то, твою мать, да что ты делаешь? Я надеюсь, что мы все... Да. Получилось? Теперь все в порядке? Я... Думаю, да. Когда я получил смертельный удар, то почувствовал, что-то... Будто гора с плеч упала. Нам нужно навестить Рида. Да, чем раньше мы избавимся от этой коробки, тем лучше. Теперь главное отсюда свалить. Чем быстрее это сделаем, тем лучше. Самое удачное место выбрали, конечно. Блин. Еще выше, что ли? Вперед! Валим отседово нафиг. Не туда пришли. А они тут бродят еще. Слушай, у нас есть камень телепортации. Ура! Есть! Обратно в Аврору. Идем к Риду. Так, ну где-то там. Ненормальный ты, друг ты наш. Даст, я так тебе обязан. Я все еще не могу поверить, через что прошла Сарахи. Без твоей помощи... Ну, я даже не хочу об этом думать. С ней все будет в порядке? Да, я позабочусь о ней. Она все еще потрясена, она потеряла много друзей. Эй, я знаю, это может показаться немного странным, но могу я получить твой автограф? Подожди, что? Ну, просто после всего того, что ты сделал для нас, в этой деревне и всех, я хочу что-нибудь на память о таком герое. Честно говоря, я не чувствую себя таким уж героем. Да ладно, тебе не быть таким занудой. Эй, я тоже распишусь. Каждому герою нужен напарник. Ага, как правило, для комического контраста. Эй! Проклятие, у меня нет с собой ни кулачка бумаги. Ты не мог бы захватить немного из магазина? Вот немного денег, я бы сам сбегал, но я... Типа в черном списке. Ну, откуда мне было знать, что те штуки на витре не так легко падают? Не волнуйся, я принесу тебе бумагу. Ладно, Музка, хотя это и выглядит немного странно, приступим. Что ты хочешь, чтобы я написал в автографе? Как насчет Музки, моему самому преданному фанату? Хорошо, готово. Твоя подруга тоже может подписать? Ага, готово. Что это, отпечаток лапы? И? Мы всегда так расписываемся. Смотри, там же ясно читается. Фи, джет. Ну, э, прекрасно. Это просто прекрасно. Вы двое просто шикарны. Удачи вам и еще раз спасибо за спасение, Асарахи. Я никогда этого не забуду. Даст, да? Я сожалею о том, что произошло. Я была так напугана, что даже забыла тебя поблагодарить. Не волнуйся об этом. Ты хорошо себя чувствуешь? Да, здесь с Музкой я в безопасности. Мне просто о многом нужно подумать. Береги себя, ладно? Ну вот, отлично. Так, теперь Рид. Ты был прав, Рид. Каким-то образом смертельный удар сбросил сущность и освободил меня. Я снова стал прежним. Рад, что это так. Во всяком случае, если бы мой план не сработал, то я бы использовал этот камень возрождения, но он все равно может послужить хорошей наградой. Погоди, что значит, если бы твой план не сработал? Ну, он же все-таки сработал. Так что теперь мне не нужен камень возрождения, и ты можешь забрать его. Надеюсь, тебе не придется им воспользоваться. Ну, ладно. Держи эту коробку под замком. Нам сильно повезло, что тот ребенок в матпоте был достаточно благоразумен, чтобы не открывать ее. Я никогда не спущусь в нее глаз. Теперь моя очередь нести это время. Удачи, Даст. Кто-то еще шепчет мне? Нет, не может быть. Деревья? Деревья шепчут слова древней песни. Кто-то должен срубить их, чтобы заглушить эту ложь. Прощай, Эрит. Бедный парень. Просто подумать. Хм. Да, блин, вот у нас последний вот этот квест, по сути, остался. Снежинки. Да, мы ничего не нашли. Эх, ну ладно. Так, у нас есть золото. Давайте изучать, что мы можем сейчас себе сделать. Вот эта штука повышает защиту. Двадцать штук надо. Дальше. Четыре. И восемь еще. Так, теперь дальше. Улучшение. Ледяной меч. Эмм. Четыре штуки. Блин. Так, отлично. Атаку тоже теперь прокачали. Что дальше? Я не уверен, что у нас сейчас хватит денег на это дело. Ну, кольцо такое более-менее. Кольцо обучения. Великое кольцо богатства. Ну, вот это кольцо у нас пускай будет. И вот это кольцо. Подождите. Ну, вот, отлично. Ну, и последняя вещь. Это вот, по идее, конечно, можно попробовать. Но у нас уже нет денег. Ладно. В общем, ребята, давайте на этом мы закончим. Я имею в виду не серию, а выполнять все эти задания. В общем-то, отправляемся с вами теперь уже непосредственно в наше сюжетное... В общем, все, по сюжету дальше идем. У нас есть эти самые шкуры импа? А, нет, нет. Ой, это я нечаянно. Парень аж так схватился за шляпу, что я уж был подумал, что мы его задели. Глава пятая. Легенда. Лагеря лунокровных. Так, ну, отлично. Сохраняемся здесь. Что у нас там? Сколько уже? 69% пройдено. Понятно. Ой. Стой, кто идет? А, это вы. Мои извинения, Митрарин. Пожалуйста, проходите. Хорошо, иду. Все, здесь уже конкретно боевые действия начинают разворачиваться. Куча воинов бежит. Куча воинов лунокровных. Мы приветствуем вас, Сен-Митрарин. Подготовка к войне практически окончена. У вас наверняка есть другие солдаты. Генерал Гай всегда доводит дело до конца. Его войска истребили практически всех здешних лунокровных. Остались только мы. Как вы рассчитывали победить с такими малыми силами? Никак. И именно поэтому мы создали Сен-Митрарина. Ты, Дарст, переломишь ситуацию. А, ну хорошо. Никакого давления или чего-нибудь в этом духе. Да. Генерал Гай знает об этом месте? Боюсь, что уже знает. Что? Как? Один из наших следил за вами с самого начала вашего путешествия. Торговец по имени Серет. Ага, я знала, что тот жуткий торговец был одним из вас. Как лунокровные так спокойно действовали в диких землях? Он умный бизнесмен. Ведет дела в нужных местах. Солдаты Гая отвернулись от купца взамен на бесплатные товары. Однако никакие взятки не могли скрыть того, что Серет помогал вам найти нас. Итак, Гай нашел это место. По вашему мнению, сколько еще времени у нас есть на подготовку? Боюсь, что немного. Главная цель компании Гай – стереть нас с лица земли. Как только он узнает о нашей главной крепости, он пошлет все войска, которые имеет, и уничтожит нас. Я вижу здесь все эти лампы, но в них нет огня. Это и есть путь беспламенного света? Да, так и есть. В древние времена лунокровных знали под другим именем. Мы жили в великом обществе, называемом Синтак. И мы обладали знаниями, чтобы следовать пути беспламенного света. Располагайся, Даст, это займет некоторое время. Мы, Синтак, использовали силу, подобную которой никто в этом мире не видывал. Мы строили сложные приспособления, похожие на эти лампы, которые разгоняли тьму так же, как искра. Видимо, что-то пошло не так, потому что нам все равно приходится разводить огонь каждый раз, когда Даст достает карту. К сожалению, древние легенды не говорят о том, как Синтак пал. Это знание было утеряно, возможно, намеренно. Все, что мы знаем, это то, что наш вид был признан изгоями, и это продолжается уже множество поколений. Долгое время мы верили, что лунокровные были единственными, кто знал о пути беспламенного света. Но мы ошибались. Когда генерал Гай начал зачистку, ходили истории об их оружии, истории о сложных хитрых изобретениях, которые оказались бросали вызов естественному миру. Оружие, похожее на оружие из Синтака, что встречается во многих древних рассказах. О каких видах оружия мы говорим? Стрелы, созданные света машины, парящие в небе словно птицы. И мы должны бороться с этими штуками при помощи ваших ламп? Я не говорил, что будет легко. Ну, как всегда. Однажды я тебя предупредил, помнишь? Да, и ты был неправ. Хорошо, я сейчас здесь. Могу я чем-нибудь помочь? Нас слишком мало. У нашего главного инженера Санжина проблема с системой обеспечения нашего лагеря. Когда сможете, идите и поговорите с ним. Я уверен, он объяснит, что делать дальше. Кроме того, что-то случилось с нашим разведчиком Киром. От него не поступало отчетов уже несколько часов. Но из-за подготовки к бою мы не смогли собрать нормальный поисковой отряд. Он патрулировал к востоку от лагеря. Попробуйте найти его. Встретитесь с Киром на окраине лагеря и помогите Санжину восстановления системы обеспечения лагеря лунокровных. Киром на окраине лагеря. Да. Он так влиял на всех, кто его знал. Я предпочитаю думать, что из-за этого ты принес все это добро жителям Аврора и Матпота. Арах постоянно испытывал меня. При каждом решении он говорил, что оно верное. Я выбирал слушаться Джина или Кассия. Полагаю, они оба пытались повлиять на мои действия. И ты слушал Джина? Да. Трудно не обращать на него внимания. Ну, он такой, не так ли? Или, по крайней мере, он был таким? Нет, Джинджер. Я думаю, ты была права с самого начала. Мне кажется, что Джин живет в моих поступках. Он ведет меня, направляет на правильный путь. Но как же твоя вторая половина? Кассия убил мою семью, Даст. Он уничтожил мою деревню, убил моих друзей. Как же ты можешь контролировать такое ужасное существо? Я ощущаю его присутствие при каждом взмахе клинка Араха. Я считаю, что старейшина был прав. Без него я бы давно был повержен. Но Джин... Джин мешает ему захватить контроль. Тем не менее, пока Кассия живет внутри тебя, всегда есть опасность. Ты в любой момент можешь встать на путь зла. Не буду врать. Я чувствую, как он уговаривает меня выбрать быстрый и легкий путь. Оставить слабых самим себе. Не знать пощады на своем пути. Возможно, однажды ты избавишься от его мерзкого присутствия. Может быть. Однажды. Но сейчас он мне нужен для того, чтобы одолеть Гая. Другого пути нет. Я знаю. И тем не менее, я рада, что мы смогли поговорить, Даст. Я тоже, Джинджа. Не волнуйся, я мигом обернусь. Будь осторожен. Не зря пообщались с ней. А, ты как раз вовремя, Митрарин. Меня зовут Санжин. Можете считать меня главным инженером, полагаю. Это верный термин. Старейшина сказал, что тебе нужна помощь? Да, именно так. В пещерах внизу мы оборудовали машинный зал для обеспечения лагеря энергии и водой. К сожалению, сейсмическая активность отключила обе системы, и теперь нам надо запустить их вновь. Сейчас я сильно занят приготовлениями к битве, поэтому весьма ценной помощи с твоей стороны будет спуститься туда и проверить обе машины. Конечно, Санжин, я взгляну. Спасибо. Когда ты туда спустишься, тебе нужно будет перезапустить генератор водокачку. Нам нужно, чтобы обе системы работали, иначе у нас не будет и шанса выстоять против генерала Гая. Погнали тогда. Давайте для начала сохранимся. Блин. Чёрт. Да что ты... Да, блин. Блин. Ой, я пона мать. А мороженки-то и нет. Ох ты, я пона мать. Это ж надо было так натупить сейчас с этими прыжками, это ж пипец. Благо у нас это много есть. Как роллов захотелось. Ой, какие страшные засранцы появились. Но их мы стали... Обратите внимание, мы их убиваем быстро. А учитывая, что это последняя локация игры, это означает, что мы очень хорошо себе прокачали атаку. Так что всё замечательно, я думаю. Так что с атакой у нас вообще всё прекрасно. Так, куда? Ага, наверх. Всё понял. Поднимаемся. Да, мы бы это его не сделали без специальных способностей. Опа. Опа. Америка, Европа. Так, тихо-тихо. Ты главное не падай, Даст. Ты главное не падай. А вот и генератор. Давайте попробуем вновь его запустить. Я не чувствую энергию, которая должна исходить от этого устройства, Даст. Может быть, есть способ вернуть ему искру? Конечно, есть. Отлично, Фиджит. Теперь энергия поступает в лагерь. Честно, Фиджит, что бы я без тебя делал? Вероятно, всё ещё бродил бы в горах за пределами Авроры. Подожди, что? Я хотела сказать, не волнуйся. Не волнуйся об этом. Ну, отлично. Так, теперь мы можем идти обратно. А теперь главное не затупить. Тихо. Нормально. Бывает. Идём в обратную сторону. Так. Эти вот так. Да, вот. Всё, давайте сохраняться. Ну что с друзья, давайте на этом моменте мы остановимся. Я надеюсь, что вам понравилось. Если понравилось, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, зовите друзей. С вами был Артём. Всем всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...